добрый день уважаемые студенты сегодня по предмету энергосбережения системах электроснабжения мы пройдем восьмую тему основные показатели оценки надежности эксплуатации электроустановок доцент кафедры электроснабжения и возобновляемые источники энергии анарбаев анвар и затулаевич сегодняшняя система будет состоять из следующих вопросов первое понятие надежности второе средняя наработка до отказа третья вероятность безотказной работы четвертое интенсивность потока отказов элементов пятое надежность систем из последовательно и параллельно соединенных элементов понятие надежности включает в себя свойства объекта выполнять заданные функции сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах соответствующим заданным режимом и условиям использования технического обслуживания ремонтом хранения и транспортирования при изменении условий эксплуатации надежность объекта может резко снизиться или объект вообще выйдет из строя это прямым образом повлияет на потери электроэнергии при эксплуатации данного электрооборудования поэтому одним из основных требований энергосбережения это обеспечение как можно меньше аварийных отказов электрооборудования для этого необходимо для при анализе использовать следующие величины вероятность безотказной работы это вероятность того что в пределах за наработки отказ объекта не возникнет представляет собой отношение числа безотказного оборудования к общему числу оборудованию следующий показатель интенсивность потока отказов лямда это отношение количество отказавших единиц оборудования к общему числу оборудование работающих данный отрезок времени таким образом вероятность и интенсивность друг друга дополняющие показатели при оценке на надежности электрооборудования при этом интенсивность и то есть произведение на проезжих промежуток времени в течение которого производят наблюдение за безотказные работы электрооборудования другое понятие вероятность отказа она связана с предыдущим показатель вероятности надежной работы так как в сумме эти две величины равны единице соответственно и получена формула пределах заданной наработки при определенных условиях возникает хотя бы один отказ объекта следующий показатель это средняя наработка до отказа электрооборудования по теории вероятности представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа данной формы вы видите что в числителе мы имеем сумму время работы оборудований между двумя отказами и в знаменателе общее число отказа таким образом данная личина является усредненным показателем на практике обычно вычисляют среднюю наработку по формуле 8760 часов на лямбда коэффициент готовности объекта представляет собой вероятность того что объект окажется работоспособным любой момент времени они только в планируемые периоды равен отношению работы данного электрооборудования и нахождения его резерве к общему времени куда включается также и время нахождения в аварийном простое следует учитывать также сколько времени уйдет на плановое восстановление данного оборудование для этого идем коэффициент технического использования как вы видите разница с предыдущий показатель заключается добавлением в знаменатель времени планового восстановления среднее время восстановления это математическое ожидание времени восстановления работоспособности рассмотрим график стандартный интенсивности отказа элементов от времени эксплуатации как вы видите здесь показан за период службы эксплуатации данного оборудования наиболее характерные зоны которых интенсивность отказа меняется сначала она высока как видите затем стабилизируется и наконец по мере износа опять растет чем связано что в начальный период в эксплуатацию когда введено большое количество новых однотипных элементов наблюдается высокая интенсивность отказов первую очередь это является следствием наличия нестандартных дефект дефектных образцов а также дефектов сборки системы и монтажа по мере устранения дефектов интенсивность отказа уменьшается происходит так называемая приработка оборудования оставшиеся после приработки элементы имеют наиболее низкий уровень интенсивности отказа который в течение эксплуатации остается неизменным таким образом за период норм эксплуатации с некоторого момента времени начинает сильно сказываться износ и интенсивность отказа быстро растет то есть период износа надежность обычно измеряется при непрерывном режиме единицах времени к часу к минуту год или числом циклов обычно в электроэнергетики таким образом описывается эксплуатация трансформатора двигателей а число циклов применяется при наблюдении за работой различных выключающих устройств на данном слайде показана функция надежности она выражается экспонентой показатели которой находятся интенсивность отказов данного электрооборудования между интенсивностью отказов и средним временем безотказной работы имеется зависимость обратная подставляя мы находим что при равенстве на данном промежутке времени равном среднего времени безотказной работы вероятность достигает 0,37 проанализируем данную зависимость значит выделяем два промежутка времени безотказная работа объекта на начале пуска до определенной прям промежуточной величины времени т-ноликого далее безотказная работа продолжающийся после т-ноликого до конца работы данного электрооборудования общий отрезок выражается следующей формулой если мы подставим отдельно вероятность отказов безотказной работы на отрезке а и ответ б то на отрезке а б мы получим две составные части выражения представляю себе экспоненты знаменатели которых находятся промежутки времени до определенного т-ноликого а также от начала до конца эксплуатации данного включения данного электрооборудования определим условные вероятность того что объект будет работать беззаказно на всем интервале т-ноликого до т при условии что он проработал безотказно на предшествующем интервале как вы видите при их отношении мы находим что экспонента с показатели интенсивности отказов на полный промежуток времени эксплуатации таким образом далее мы эту формулу преобразуем и находим функцию безотказной работы подключение элементов систем электроэнергетики может быть как последовательным так и параллельным рассмотрим отдельно эти два случая для расчета надежности схем электрических соединений с целью оценки возможного ущерба потребителям от недополучения электроэнергии вызванного аварийным или плановым отключениями необходимо знать основные показатели надежности элементов электроустановок настоящее время имеется большой опыт по повреждаемости отдельных элементов электроустановок на основе которых выведены средние значения интенсивности отказов лямбда среднее время восстановления и среднее время нахождения изделия в плановом ремонте как вы видите здесь для трансформатора 6 10 кило вольт интенсивность отказов достаточно низко от одной тысячной до двух сотых отказов в год среднее время восстановления составляет 90 часов а также среднее время нахождения изделия в плановом ремонте 2 часа для низковольтных электродвигателей данные показатели несколько другие что будет в случае последовательного соединения элементов энергосистема так система электрического снабжения сельскохозяйственных предприятий состоит из линии электропередач трансформаторов выключение разъединителей и так далее то есть элементы соединены последовательно и отказ одного из них вызывает отказ всей системы в этих случаях общая интенсивность отказов складывается из интенсивности отказов каждого элемента надежность системы при этом выражается экспоненциальным законом подстановкой соответствующей формулы интенсивности отказов вероятность отказа системы из n последовательно соединенных элементов с вероятностью обратной предыдущему показателю можно определить по формуле то есть если работа без отказа можно выразить единицы то последовательно мы убираем из нее вероятности отказов каждого элемента рассмотрим наиболее простой случай вероятности отказа для двух последствий соединений элементов как вы видите здесь в конце мы получаем выражение полином состоящий из трех частей последний член произведения вероятности отказов для первого и второго элемента мы можем пренебречь ввиду малости этой величины таким образом общее для данной системы вероятность отказа будет суммироваться по вероятностям отказа каждого элемента среднее время между отказами или время наработки до отказа для такой цепи равно как вы знаете это лично обратная интенсивности отказа соответственно для каждого элемента мы определим свой время между отказами и получим соответствующее выражение случае если для каждого для всех элементов интенсивность отказов окажется одинаково то для цепи из двух элементов мы получим выражение что для каждого элемента время наработки до отказа делится на число элементов с ростом числа элементов время между отказами уменьшается надежность системы снижается теперь рассмотрим параллельную работу электрооборудование так при параллельной работе трансформаторов отказ систем происходит когда все входящие не элементы выходят из строя то есть нашем случае при выходе из строя какого-то трансформатора как у другой параллельно подключенный может взять на себя всю нагрузку если вероятность безотказной работы одного из трансформаторов выразить через нее то соответственно у нас получится следующее выражение мы от единицы отнимаем вероятности отказа произведение к отказов всех элементов в случае если интенсивность отказа для всех трансформаторов работающих параллельно будет одинаково то получим следующее выражение сегодняшняя лекция закончена дополнительную информацию можете получить из следующей литературы спасибо за внимание если будут вопросы обращайтесь по следующим контактам ключом шамп курер Fear игр Спасибо.